Всем привет, в этом видео я рассмотрю две графические среды cinnamon и made, начну с cinnamon, сразу после запуска я обнаружил неполный перевод системы, исправляется это установкой пакета cinnamon translations, после чего нужно заново зайти в систему После перезапуска перевод меню стал полный, cinnamon это ответвление от новым шил, точнее он сохраняет традиционный вид новым 2, но при этом является отдельным проектом В настройках внешнего вида, в отличии от новым 3, имеет более широкие возможности, и нет необходимости устанавливать дополнительное меню, меняются все, темы окон, значки и тема панели Также есть возможность включать-отключать эффекты рабочего стола, их тут немного и они не такие навороченные как в кд, поэтому можно на них не зацикливаться В пункте апплеты можно добавлять на панель дополнительные модули, также можно их скачивать во вкладке загрузка За корректность работы ручаться не буду, так как в интернете пишут что поддержка многих апплетов желает лучшего, но возможность добавить функциональности панели это уже круто В пункте края экрана можно задать горячие углы, смысл такой же как и в новом 3 Дисклеты, это виджеты на рабочий стол, так же как и апплеты есть возможность загружать дисклеты из интернета Есть раздел «Конфиденциальность», раздел достаточно скудный и кроме запоминания файлов и предупреждения об отсутствии сети ничего более нет Пункт «Общие» позволяет настроить выключение композита для полноэкранных окон, актуально для игр, и самое интересное это настройка лимита оперативной памяти, при достижении которой оболочка должна перезапускаться, это нужно для противодействия зависания системы при заполнении оперативной памяти, актуально для старых ПК Далее настройки окон, рабочего стола и прочее мало чем отличаются от других окружений Пункт «Расширение» позволяет добавить глобальных расширений для среды Cinnamon, о полезности этих расширений я не могу сказать ничего, ибо не пользуюсь Далее идут стандартные настройки, но несмотря всю простоту, здесь есть что отключить, так как это все-таки разновидность новым, то естественно запущены SSD службы они же Cinnamon Settings Damon, некоторые из них сейчас мы отключим Откроем терминал и перейдем в директорию автозагрузки, после чего скопируем автозагрузку служб Отключение службы интеграции Cinnamon с графическим планшетом WECOM Отключение службы интеграции принтера Отключение службы настройки цветовых профилей Отключение служб настройки специальных возможностей Не отключать людям с ограниченными возможностями Отключение службы интеграции Cinnamon с картридером Отключение службы настройки энергосбережения Cinnamon Можете оставить эту службу если у вас ноутбук Отключаем службу интеграции работы буфера обмена Если после отключения какой-либо из вышеперечисленных служб что-то пошло не так, или вы поняли что оно вам надо, просто пропишите следующее В принципе с Cinnamon все, более каких-либо подводных камней я здесь не обнаружил, и да, при копировании автозагрузки там служб больше чем мы отключили, остальные выключайте на свое усмотрение, я же отключаю то что с большой вероятностью не нужно простому пользователю ПК Мое мнение о Cinnamon таково, но он 2 более привычный и настраиваемый чем его последующие версии, но при этом консервативный в плане интерфейса, в плане потребления ресурсов ПК Я бы не сказал что они сильно отличаются, разве что Cinnamon будет проще переварить слабым процессором, менее 4 ядра Оперативную память вы видите на экране 612 мегабайт в простое Ну, а теперь перейдем к оболочке мейт, которая точно подойдет слабым ПК Мейт это еще одно ответвление от ноум 2, точнее оно максимально сохраняет интерфейс ноум 2 При первом запуске возможно внешний вид оттолкнет от использования данной среды, но немного повозившись с темами, значками и панелями можно привести мейт к сносному виду Общие настройки системы здесь мало чем отличаются от Cinnamon, отключать службы тоже нет необходимости, наоборот, скорее придется доустанавливать пакет мейт экстре, так как мейт действительно крайне минималистично в плане функционала Также у меня возникли проблемы с тирингом в браузере, пришлось включить пеком, о настройке которого я рассказывал в виде i3, и отключить встроенный композитинг, что привело к значительному улучшению внешнего вида Кстати везде где можно отключать встроенный композитор стоит попробовать пеком, так как он не только убирает тиринг но и добавляет прозрачность, блюры круглые углы В общем мейт это не то где нет ничего лишнего, это то где чего то не хватает, но зато потребление оперативной памяти минимально Но в процессе использования в любом случае придется устанавливать дополнительные пакеты, поэтому вполне возможно что памяти потребуется столько же как и Cinnamon Разница между Cinnamon и мейт только в том, что мейт разрабатывает группа энтузиастов, а Cinnamon разрабатывается командой программистов Linux Mint, что и делает его более продвинутым в некоторых вещах На этом все, подписывайтесь на мой канал, до скорого!